всем привет вы на канале industrial tool меня зовут андрей и сегодня у нас будет инструкция по ремонту аккумуляторного универсального резака или как еще называют его мульти тула dtm 52 z поставляется резак в такой небольшой коробке на коробке что мы здесь видим поддерживает инструмент оснастку серии star lock max star lock plus и star lock также для установки различных пилок не нужны никакие инструменты амплитуда колебаний от 10 до 20 тысяч в минуту есть регулировка скорости вот здесь она указана плавный старт защита от перезапуска и также имеется подсветка она здесь тоже вот отдельно указано давайте открывать внутри в пакете в таком сам инструмент и инструкция также имеется сертификат соответствия снимаем пакет и видим вот таким образом у нас выглядит инструмент можно установить на него аккумулятор и вот таким образом меняется оснастка из оснастки я покупал на алиэкспрессе такой набор здесь есть различные пилки по дереву пластику одна по металлу и всячески зачистные другие также вот такая подошва для подошвы как для этой так и для в комплекте шли вот такие шкурки по 240 здесь не видно какая устанавливается это дело все очень просто ставим в любом для нас положение здесь видим такое похоже на пивную пробку зафиксировали и закрываем все но в данный момент мы не будем его тестировать задача моя показать вам как его правильно разобрать как правильно собрать что нужно смазывать что не смазывать так что приступим для начала естественность снимем оснастку и извлекем вот эту часть называется это болт держателя на этом болте есть здесь резиночка резиновое кольцо его можно снять далее выкручиваем 8 саморезов 4 на 35 после того как открутили саморезы снимаем верхний корпус внутри мы можем видеть как здесь вот с помощью переключателя мы передвигаем рычаг переключателя и он здесь включает наш инструмент вот так давайте его разберем для этого необходимо открутить фланцевый самонарезающий винт 3 на 6 вот такой открутили теперь необходимо снять рычаг переключателя для этого нужно какими-нибудь танкогубцами либо маленькими пассатижами вот это дело сжать и извлечь выключатель вот так здесь у нас указан артикул и материал из которого изготовлен рычаг далее откручиваем рычаг для этого нужно открутить винт вот здесь 3 на 10 винт идет сразу с шайбой и по очереди снимаем поводок под поводком у нас торсионная пружина вот так выглядит вот этот поводок на нем имеется резиновое кольцо далее достаем пружину и снимаем рычаг внутри рычага имеется резиновый штифт но рычаг поставляется сразу с этим штифтом если будете заказывать он будет уже сразу с ним ну и вот таким образом выглядит верхняя крышка дата производства 8 месяц 22 год здесь металлическое кольцо и оно уже как бы вплавлено сюда оно не снимается пластик какой старлок откладываем переходим к основной части далее снимаем здесь сверху светодиодную направляющую и отсоединяем ее от разъема вот так аккуратно за провода не тяните вы можете их вырвать теперь отсюда из светодиодной направляющей можно извлечь сам светодиод так выглядит светодиод на длинном проводе и с разъемом а так светодиодная направляющая теперь извлекаем внутреннюю часть корпуса из вот этого внешнего корпуса это делается просто вот так внутри корпуса мы видим здесь два амортизатора резиновых их можно извлечь один и второй и вот так выглядит нижний корпус изнутри изнутри снаружи есть надписи makita bl-motor avt lxt и на этом корпусе есть две наклейки одна с указанием он старлок старлок продюс старлок max и вторая наклейка это где произведены и характеристики далее на этом корпусе также есть амортизаторы здесь по краям идут две упругих опоры вот они двух сторон установлены и на этих опорах два амортизатора опоры амортизаторы давайте посмотрим насколько сильная сейчас будет вибрация ну я бы не сказал что вибрация сильно но с учетом вот этих амортизаторов это что имеется сразу два корпуса вибрация намного сильно гасится именно за счет этого makita добилась минимальной вибрации даже я скажу больше помимо того что вот эти внешние амортизаторы здесь здесь еще отдельно вот эти два корпуса то есть передний он отдельно идет мы с дальнейшем увидим и задние отдельно далее снимаем корпуса криво шипа здесь есть резиновое о кольцо потом снимается резиновое кольцо и либо крышка либо колпачок он называется здесь тоже резиновая прокладка мы ее тоже снимаем под ней там смазка внутри видите под ней там и Далее откручиваем 4 самореза 3х40, вот эти. После выкручиваем 8 саморезов 3х20. Показываю какие. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Открутили винты и снимаем эту левую часть внутреннего корпуса. Если мы будем заказывать вот эту левую часть, автоматически вам в заказе придет и правая. Это цельная запчасть, то есть вот эти белые пластинки, они не снимаются. Амортизаторы. Вот оно как есть вот так, так и продается. Плюс вторая половинка. Здесь есть надпись брашлесс. И артикул. И теперь снимаем нижнюю часть корпуса. Извлекаем терминал, контроллер, корпус кривошипа и грузик. И вот так выглядит вторая половинка. Тоже есть дата производства. Девятое, двадцать второе. А вот таким образом выглядит грузик. Ну и как мы видим Вот сам кривошип, само устройство с двигателем. Оно получается вот такое маленькое. Все остальное это просто ручка, контроллер, регулировка оборотов. А сам инструмент, вот он, двигатель и кривошип. Теперь нам необходимо извлечь вот отсюда статор. Чтобы это сделать, нужно взять две плоских отвертки. Шириной желательно вот, чтобы сюда входило. И с двух сторон Вот видите, здесь тоже есть место под шлиц. Попробовать чуть-чуть приподнять. Аккуратно. Приподняли чуть-чуть. Можно еще Взять отвертку Поменьше. И вот Здесь чуть-чуть Приподнять. Как только мы вот здесь максимально Уже подняли. Берем два съемника Стопорных колец И вот сюда подставляем С двух сторон И одновременно Пробуем Видите? И статор Наш Спокойно Извлекся Все просто Как только мы извлекли Теперь здесь мы можем отделить Корпус Двигателя От статора Они просто вставляются Тут никак Ничего не прикручено Корпус тоже Девятый месяц Двадцатого года Эту часть пока отложим Попробуем Извлечь Ротор Для этого необходимо Снять Стопорное кольцо И шайбу Для того чтобы снять Стопорное кольцо Необходим Очень маленький Съемник У меня к сожалению Таких съемников нет Поэтому надо Что-то придумать С помощью двух Вот таких маленьких Плоских Отверточек Удалось Аккуратненько Снять стопорное кольцо Но лучше конечно Иметь съемник Под стопорным кольцом Установлена шайба Металлическая Вот она Теперь Нужно Выпрессовать Ротор Вот отсюда Из подшипника Ставим на пресс И давим На саму Ось ротора Для того Когда мы Будем устанавливать На пресс Магнит Очень сильный Будет постоянно Притягивать И мешать Для этого Нам необходимо Сюда На ротор Надеть что-нибудь Металлическое Например Вот так Тем самым Вот сюда Уже будет Видите Ничего Не магнитится И теперь Можно спокойно Выпрессовывать Устанавливаем Деталь На пресс Получается У нас Вот эта часть Чуть ниже Нам необходимо Установить так Чтобы Ну вы поняли Деталь стала ровной И уперлась Именно вот В эти части Вот сюда Плюс нам Надо попасть Примерно Чтобы был Центр Ну и Какой-нибудь Стержень У меня Есть вот Такая штука Потихоньку Выпрессовываем Вот так Ставим Убедились Что деталь Стоит ровно И аккуратно Начинаем Давить Снизу Придерживаем Все Дошли Почти до упора И нужно Поменять Стержень На какой-нибудь Потоньше Вот Нашел Более-менее Подходящая Битл Такая Сейчас мы Ей попробуем Чтобы вам Видно было И придерживаем Снизу Все Можно Доставать Извлекли Можно Вытащить Из трубы Ротор Наш Грязно Немного Внутри Было И теперь Можно Разобрать Вот эту Часть Здесь Нужно Снять Стопорное Кольцо Сняли Стопорное Кольцо И теперь Необходим Съемник Чтобы Снять Подшипники К сожалению Необходимого Съемника Который Сюда Прямо Конкретно Подходит У меня нет Но у меня Есть Вот такой Сепараторного Типа Правда Он огромный Но в принципе В принципе Он сюда Подойдет Мы сейчас Подзажмем И поставим На пресс Вот так Зажали И можно Переходить На пресс Установили На пресс И Придерживая Снизу Ротор Начинаем Давить Вот в принципе И все Переходим На верстак Ну и давайте Посмотрим Что у нас Здесь Снялось Подшипник Таиланд НМБ Написано L1680D Далее Идет Шайба Под шайбой Находится Балансир Вот Вот Такой А под Балансиром Находится Еще Один Подшипник 6901 DDV Под ним Находится Вот такая Большая Шайба Ну и уже Внутри Сам ротор С крыльчаткой Металлической Кстати Если вы будете Заказывать Этот ротор То Вот эти Все Запчасти Шайба Два Подшипника Стопорное Кольцо Маленькая Шайба Это все Уже будет На нем Установлено То есть Вам не нужно Запрессовывать То есть Такая Разборка Нужна Если вы Захотели Поменять Только Отдельно Какой-либо Из подшипников Оба Подшипника То есть Соединяется Это вот В такой Последовательности Ротор Большая Шайба Большой Подшипник Балансир Шайба Малый Подшипник Стопорное Кольцо И остается У нас Корпус Коленвала В сборе Здесь Внизу Установлен Подшипник 695 Фирма CV Чтобы Выпрессовать Этот подшипник Необходимо Вот сюда Подставить Какую-нибудь Трубку Ну например Вот Что-нибудь Подручное Образно Говоря И прессом Выдавить Отсюда Подшипник Винты Вот эти Разбирать Я не буду Потому как Это цельная Запчасть И продается Она даже Вот именно С этим Подшипником Уже сразу Будет вместе Остальные Части Которые Там Внутри Отдельно Не продаются И это Вот Есть Целая Запчасть Поэтому Я так думаю Там уже Все настроено Затянуто С необходимым Усилием Поэтому Не уверен Я что Если я Разберу А потом Соберу Оно будет Работать Поэтому Трогать Его не будем То есть Если В ремонт В Маките Принесут С поломкой Какой-то Здесь Вам поменяют Полностью Эту запчасть Внутри Там лазить Ремонтировать Вам никто Не будет Далее Переключаемся К электрической Части Здесь Мы можем Извлечь Выключатель Приподнимаем Отсюда Клемную Колодку Аккуратно Вот так И Отсоединяем Разъемы Теперь С помощью Плоской Отвертки Нам необходимо Здесь Вот так Ослабить Так Раз И Вторую Часть Вот Извлекли Сняли Нижний Корпус Выключателя Пластина Переключения И Здесь Микрик Можем Его Надо Поддеть И он Снимется Вот Микрик Микрик Листовая Пружина Здесь Есть Микрик И Внутри Выключатель Компания Внутренний Внутренний Корпус Выключателя Вот Артикул Здесь указан А на Внешней Крышке Выключателя Внутри Находятся Демпферы Два Штуки Вот Они Одинаковые Ну и Сама Крышка Верхняя Также Здесь Мы можем Снять Как обычно Клебную Колодку Клемная Колодка Снимается Просто Здесь Нужно Найти Рычажок Нажать На него И Клема Спокойно Выходит И Так С каждой Аккуратненько Клемой То есть Тянуть Тянуть Ничего Не нужно С усилием Все Выходит Очень Легко То есть Если Тянется С усилием Значит Вы Не Нажали Рычажок Все Колодка Выглядит Вот так На Колодке Имеется Наклейка С серийным Номером И моделью Инструмента И датой Выпуска Теперь Можно Отсоединить Статор От контроллера Для этого Нам Необходимо Маленькая Крестовая Отверточка И Откручиваем Вот эти Три Маленьких Винтика Винтики Можно Приобрести Отдельно Если Потеряете Снимаем Верхнюю Плату Под Платой Есть Еще Три Винта Тоже Их Откручиваем И Отсоединяем Вот Эту Колодку Здесь Необходимо Немножечко Как Бы Поддеть Все Колодка Отсоединилась Смотрим Винты Статор Сейчас пошла Тенденция Что на новых Инструментах Макита Вот Раньше Были Например УШМ Где Статор Отдельно Нельзя Было Снять Они Пошли По Новому Направлению И Стали Делать Все Отдельно То есть В новых Инструментах Самых Последних Пока Еще Многих Нет В России И Запчастей Даже Еще Нет Чтобы Отдельно Покупать Например Статора Есть А Те Же Контроллеры Отдельно Не Продаются Но Я думаю Скоро Это Все Как бы Поступит На рынок И То есть Они Пошли По Правильному Решению Зачем Менять Все В сборе Если Можно Менять Отдельные Запчасти Ну А здесь Уже У нас Осталось То есть Если Мы Отсоединим Отсюда Выключатель Вот Это Уже Вся Часть Идет Вместе Контроллер На контроллере Регулировка Оборотов Клеммы Для подключения Колодки Аккумуляторов Подключение Подсветки Подключение Еще Дополнительного Блокирующего Выключателя Подключение Основного Выключателя Подключение Питания Двигателя И Подключение Плата Уже Сразу Подключена Здесь Припаяна Здесь У нас На этой плате Три Датчика Хола На этом В принципе Все Давайте Теперь Поговорим Про Отдельные Запчасти Которые Вносились Какие Либо Изменения Итак Первая Запчасть Будет Это Вот эти Винты Которые Закручивают Основной Корпус Они Имеют Два Артикула Не знаю Что там Изменили Они Для Более Какой-то Унификации Они сделали Короче Новый Артикул И Видимо Во многих Инструментах Этот Винт Поменялся Во многих Инструментах Написано У нас Стался Таким же Просто Я так понял Поменялся Артикул Далее Идет Вот этот Переключатель В него Тоже Были Внесены Изменения Написано Чтобы Уменьшить Сопротивление При Перемещении По нему Пальцем То есть Есть Старый И новый Вот На этом Если мы Посмотрим Здесь Артикул Указан Это Уже Новый Переключатель Но Бывает Еще Старый В корпусе Кривошипа Тоже Были Изменения Их Есть Два Вида Давайте Покажу Что Здесь Изменялось Вот Здесь Был Момент Я так Понимаю Отламывались Вот эти Ушки И Поэтому Вот эту Часть Нижнюю Видите Здесь Такие Усиленные Чуть Внизу Ребрышки Короче Добавили Вот это Усиление Вот эта Деталь Сюда Стала Они Стали Ставить Новую Ну Еще В этом Документе Указана Такая Вещь Что Бывает Когда У вас Происходит Плохой Зацеп Когда Вы Пытаетесь Снять Поменять Оснастку И Проскальзывает Что-то Ну Не происходит Зацепа Это Означает Что у вас Износились Вот эти Демпферы Демпферы Износились И Внутри Корпуса У вас Получается Вот этот Кривошип Смещается Весь Ну Из-за того Что он Смещается В сторону Происходит Ну Не может Детали Друг за друга Зацепиться То есть Если Это Произошло Означает Нужно Поменять Демпферы Далее Вот эти Вот Винтички Маленькие Которые Удерживают Плату Они Тоже Непонятно Для чего Написано Для улучшения Каких-то Закупок Ну Видимо Заводы Какие-то Поменялись Поменялись Артикулы Также Тоже Непонятно В связи С чем Вот этот Подшипник 695 Тоже Артикул Его Был изменен Далее Было Изменено Основание Вот этого Выключателя Написано Для того Чтобы Включение Выключение Выключателя Было Более Плавным Вот Здесь Судя по Артикулу Это уже Новое Основание Маленькие 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 Продолжение следует...